Музыка Появилось много разного рода таких вопросов вокруг чистки печени, ее результативности, выхода камней, мол это не камни, а реакция лимонного сока с маслом. Я как-то все это пропускал, и знаете по какой причине, потому что в свое время, и этот вопрос довольно таки давно, еще, ну как раз лет 25 назад, я так хорошенько разобрал, поэтому я уже его начал подзабывать, а это мне пришлось. Вот смотрите, моя библиотека, ну помимо того, что я написал, вот у меня большая медицинская энциклопедия стоит, тома. В случае чего я пользуюсь ей. Ищем П, печень где-то здесь должна быть. В самом начале своей карьеры, когда я еще не думал, на чем заниматься, я купил эту большую медицинскую энциклопедию, сколько там? 33 тома. О, печень. И в случае чего я всегда к ней обращался. То есть меня интересовали такие вещи, как объяснение того или иного процесса, не просто с моих каких-то понятий, а что по этому поводу говорят ученые люди. И в первую очередь, это важное, что я сделал, это я писал чистку печени для себя. Чистка печени, естественно, это не мое изобретение. Это из седой-седой народной глубины к нам пришло. И ее делают по-разному. Но вот что там, как там, я решил разобраться именно для себя. Тщательно разобраться. Безопасно она там, что там выходит. И какой эффект? Сразу же хочу сказать, вот я повспоминал вот это все время. Значит, самый первый раз я чистил несколько неправильно. Было написано, что там яичные желтки являются хорошим средством, стимулирующим желчное отделение. Вот я решил на яичных желтках делать. А мой знакомый, который меня позвал, чтобы мы вместе с ним чистили печень, чтобы в случае чего ему помог, Николай. Он как раз чистил так, как это было изложено у Юрия Андреева. Масло, лимонный сок, грелка, все это там такое. Как там пить? У меня особо ничего не вышло. Он же перенос чистку. Тяжело. Он чувствовал, говорит, вот чувствую, что что-то там выходит. И когда мы действительно посмотрели, что с него вышло, я, знаете, как бы сразу урубился. Вот это да, вот это вот оно, что у нас там в печени. И после этого я немножечко отдохнул. Это как раз у нас примерно была и весна. Сделал одну за другой четыре чистки печени. Так как я прочитал про печень, узнал, значит, она состоит из четырех долей. Значит, следовательно, примерно и четыре чистки. И вот после этих четырех чисток, да, там выходило, все это там я видел, что там с меня выходило. Я чувствовал, что что-то проходит. Вот здесь вот, понимаете? То есть по протокам что-то проходило. А далее я уже смотрел, что там проходило. Куча различных камушков выходила. И, значит, зелененькие. И вот такого вот цвета. И грязные. И большие. И маленькие. И штыб. И какие-то такие. То есть вышло очень много всякой ерунды. А самое важное, это эффект. Буквально то, что я там где-то делал в течение, наверное, двух-трех лет. К чистке печени я довольно-таки рано пришел. Если я начал заниматься вот этим всем оздоровлением. Искать пути. В 1982 году. То примерно, наверное, это был год 84-85. Скорее всего, 85-й, возможно. Я сразу получил эффект больше, чем за все, что я до этого там делал. Мое тело, посмотрите. Приобрело сразу совершенно иной вид. Оно стало совершенно по-другому работать. Знаете, я такого тела раньше не ощущал. Появилась какая-то безграничная выносливость. Запал, настроение. Не страшны ни холодь, ни жара. Вот такой был результат. Ну, тело примерно... Я, думаю, такого тела не имел. Потому что я вообще-то там раскачивался. Начиная там лет 16. И вот где-то тело у меня получилось... Ну, примерно 18-летнего, 20-летнего парня. Ну, вы видите, какое. Глаза блестят, все это. Отлично. То есть я понял, насколько эта процедура эффективна. А потом начал копаться. А почему она эффективна? Взял вот эти вот умные книги, которые еще в 1981 году приобрел. Все тома Большой медицинской энциклопедии. И почитал, что же там такое за печень. Еще древние говорили, что печень – это царица старшая. То есть роль в организме она выполняет огромную. А почитав медицинскую энциклопедию, что именно, оказывается, на ней – это орган не только желчеобразования. На ней завязаны практически все виды обмена. И когда эти виды обмена, а именно, начнем с белковый, резко улучшается, улеводный, жировой, витаминный, минеральный, гормональный – все это заработает. Вы получаете резко такой выраженный омолаживающий эффект. То есть ничего не надо, что-то там, знаете, такое вводить извне. Все у нас имеется. Важно только вот этот наш, я бы не сказал, что это фильтр. Это и фильтр, и железа в то же время, печень. И плюс еще она там огромное количество выполняет различных функций. Привести ее в норму. И вот, что касается оздоровления, никто толком, внятно не подошел к тому, как оздоравливает организм. Что должно идти? Зачем? И у меня вот в результате работы над собой и, естественно, теоретическое обоснование из тех же ученых, медицинских книг, сложилась первоначальная такая система очищения организма. Что надо очищать в первую очередь? Как продолжить? Что? Почему? Потому что многие даже не понимают, вот у них возникли какие-то болезни, недомогания. Это все связано с тем, что вначале начали угасать какие-то функции, которые, естественно, завязаны на работе организма. А в организме царицей старшей является печень. И ее-то надо привести в порядок. И вот это вот как раз процедура чистки печени. Медики ее называют по-другому, там, тюбаж. Это примерно одно и то же, что то, что другое, должно вызвать мощный желчегонный эффект. Печень можно почистить и по-другому. То есть можно почистить, как наводнение в реке, раз, и прочистила. А можно по-другому, с помощью голодания. Там несколько иной механизм задействован. То есть такой, будем говорить, мягкий, тоже естественный. Ну, если это все-таки более как-то искусственная очистка. А там более естественный, печень начинает сама там себя очищать. Ну, это другое. И есть и с помощью трав очищения, так мягенько все это. Ну, в конце концов, все-таки используется, будем говорить, масло с лимонным соком для того, чтобы выкинуть то, что вы растворили там в течение, допустим, месяца, трех месяцев и более. Взявшись за нужные рычаги в организме, мы их нормализуем. И те проблемы, которые у нас возникли, многочисленные проблемы, мы их лишаем основы. А раз они лишаются основы, у нас совсем по-другому, вернее, нормализовался обмен веществ в первую очередь, который затих уже там к 40-летнему возрасту. Если кто в 40 лет только начинает все это дело делать. Витамины, минеральные, углеводные, белковые, тогда и жировые в том числе. Мы это все раз нормализуем, и мы получаем другую работу нашего организма. Вот что важно. То есть, не рецептом сделать какую-то коррекцию, а в самом организме настроить его. Вы чувствуете разницу? Работа с самим организмом и сделать какую-то коррекцию с помощью лекарства, с помощью травки, с помощью рецепта. Да, и это действует. Но, понимаете, она не действует на первопричины, которые все это породили. Она не действует на то, что у вас уже произошли изменения. Изменения, как бы сказать, вот эти возрастные изменения, которые привели к угасанию вот этих всех процессов, которые в основном совершаются где? В печени. И вот эта ключевая процедура очистительная, она ведет к тому, ну так и называют, ведет к тому, что заставляет работать организм совершенно по-другому. Причем не заставляет, она его нормализует. И поэтому сразу ваша нормальная прослойка жира, знаете, как в молодости, гибкость, даже зрение улучшается. Ну все улучшается, понимаете, вот все. То есть, вот это вот важно. Я там специально посмотрел и в книгах изложил. Люди просто не читают книг, а сразу там спрашивают, что там я сказал. Я же не буду всю книгу перечитывать. Перечитывать. Что вот мол из желчного пузыря. Так как просвет маленький, значит оттуда ничего там не выходит. Я как раз вам приведу схему этого пузыря. Да, там очень много всех различных таких клапанов, которые запирают желчь. Вот и поэтому, естественно, через них пройти трудно. Там если какие-то там образования. Но я думаю, что это не означает, что невозможно пройти. Что общий пузырный проток, который впадает в двенадцатиперстную кишку, он там расширяется на полтора-два сантиметра. Это опять-таки из этих книг вычитал. Причем безболезненно. Естественно, камушки диаметром, да диаметром вот как смой ноготь легко и просто проходят. Что я и видел на самом деле. Я видел ветвистые камушки, которые выходили из желчных проток. Они такие изумрудные. И в то же время я видел вот такие грязные, серые камни. Зеленые, бурые, смешанные. Вот так вот все. Знаете, как пластилин вот так вот налепили. Вот наподобие пластилинового шарика. Плоть до того, что вот такие вот выходили. Возможно, что что-то и не проходит через желчный проток. Именно из желчного пузыря. А что-то, тем не менее, проходит в какой-то степени. Твердых камушков я у себя не видел. Сразу же хочу сказать. Вот, возможно, твердые камушки там и не проходят. А вот это вся вот это вот конкремент они называются. Какая-то, знаете, полуспрессованная смесь воскоподобная. Пластилиново-воскоподобная, еще смазанная жирком. Вот это все вылетает как с желчного пузыря, так и с печеночных ходов. Давай тем самым возродиться печень. Итак, мы с вами берем книжку. Большая медицинская энциклопедия. Дата выпуска этой энциклопедии. Том 10. 1959 год. Государственное научное издательство. Большая советская энциклопедия. Москва. А книга называется Большая медицинская энциклопедия. Написано умными дядьками. И меня интересуют в первую очередь желчные камушки. Желчные камни плотные. Конкременты. Конкременты. Образующиеся в желчном пузыре и желчных протоках. Согласно данным вскрытии, примерно в 10% всего населения земного шара имеются такие камни. То есть, каждый десятый их имеет. Количество может быть разное и так далее, так далее. Пузырьные желчные камни, то есть камни в желчном пузыре, обыкновенно круглые, овоидной формы. Камни желчного протока напоминают конец сигары. А камни внутри печеночных аду могут быть ветвистые. Вот это я все видел своими глазами. Внутри печени, в желчных путях и в желчном пузыре иногда, это 5,6% встречаются твердые, колючие, ветвистые формы, чернильные пигментные камни. Наряду с твердыми камнями в пузыре и протоках находится желтовато-белый песок и даже маркую, кашицеобразную массу. Можно наблюдать камни, развивающиеся в слизистой и даже в подслизистой желчного пузыря. Цвет желчного камня очень разнообразен от белого и желтого до почти черного. Консистенция желчных камней может быть твердой и хрупкой или реже воскоподобной в зависимости от состава. Обращаю ваше внимание, воскоподобной. Материалом для образования желчного камня служат органические и неорганические вещества. Главнейшими составными частями являются холестерин, билирубин, продукты его окисления и соли извести. В меньших количествах в камнях находятся белки. По составу желчные камни делятся на радиальные холестериновые, большие комбинированные, сложные холестеринопигментно-сырьевые и пигментные. Чистые холестериновые камни состоят из холестерина с незначительной примесью белка и известей пигмента. Холестерин имеет вид кристаллов или амурсной массы, связанной с колодной станцией. Эти камни имеют величину от горошины до сливы. Форма их округлая, поверхность гладкая или мелкобугористая, цвет белый или светло-желтый. Эти камни легкие, плавают в воде, мягкие, легко галят, сгорают без остатка, на разломе полупрозрачные. Смешанные холестериновые пигментно-известковые камни представляют собой самый частый вид желчных камней. Они всегда множественны и имеют форму неправильных многогранников с явно выраженными фасетками. Величина их колеблется от булавочной головки до крупной горошины. Цвет беловатый, сероватый, это когда преобладает холестерин и известь. Или бурый и темно-зеленый при преобладании пигментов. Характерно концентрическое слоистое строение этих камней. И посмотрев, и сравнив, посмотрев умную книжку, какие там камни бывают описаны, и посмотрев с тем, что выходит, полное соответствие. И что нам пытаются представить, что это реакция, ну, как бы непонятны эти люди. Вы сделаете чистку печени, и не одну, а так, как положено. Вот как я только от 400 до бабаха. С разницей где-то в неделю, в две, первая, потом через, примерно, недельки две, вторая, потом через недельку, там, третья, через недельку, там, четвертая, примерно так. Чтобы от первой отойти самое тяжелое. И вы почувствуете, тогда как-то по-другому у вас голова заработает. И, я говорю, изменения, которые произошли в организме, и, кажется, они не связаны между собой. Допустим, вот, аневризма, аорты, Андреев описывает, что было там, у парня, это такая беда, он там задыхался, и ему бурево как раз сделало, такая двойную чистку печени, и он, говорит, после этого скакал через три ступеньки по лестничной клетке. То есть мы могли каким-то лечением или, там, удалением этой части, там, аорты. А ее, кажется, не надо ничего там удалять, а надо просто нормализовать работу и все это. Далее, существует такое понятие еще, как портальная гипертония. И там тоже вот это, я же это все вычитал оттуда, я же со своей головы ничего не взял. Перед вами сидит специалист, который на практике все это проверил и понял, как это работает. Так вот, у меня там в свое время, значит, был геморройчик. Как я почистил печень? Он куда-то втянулся. Что такое? Как это? Чего это такое? Так вот, существует на печени завязано и кровообращение, венозное кровообращение. Причем завязано сильнейшим образом. И существует такой термин портальная гипертония. Когда кровь нормально не может проходить через печень, она вызывает застой крови. И вот, казалось бы, почему я удалил Александра Колесника? Он сказал, что этого не может быть. Вот, мол, посмотрите на схему кровообращения венозного. И вы видите, что кровь от органов пищеварения, она идет через печень. Что, мол, вот она там, портальная-то вена, там возникает портальная гипертония. А вот, смотрите, от конечностей она идет совершенно по другому венозному кругу. И, мол, такого быть не может. И, мол, я вожу людей в заблуждение. Вот я дня два особо не выставлял никаких видосов. Хотя я до этого прочитал там все это, изложил. Я просто еще напомнил себе, потому что уже 25 лет прошло с тех пор, как я написал эти, не скрою, чудесные книги. Так вот, что получается? Когда кровь не проходит через печень, создается, открываются так называемые там анастомозы между вот этими вот другими венозными кругами. И в них возникает также застой, который приводит к геморрою, а естественно расширение геморроидальных вен. Там вот так вот сказано, к геморрою. Я дальше дополню. И к расширению вен. Почему у нас вен это расширяется? Да потому что нет нормального оттока из-за той же портальной гипертонии. Если у нас где-либо что-либо пережато венозное, то этот застой, значит, он распространяется на всю венозную систему. Во всей венозной системе начинается повышаться давление. А раз повышается давление, значит, что у нас дует вены в первую очередь? Вены, стенки вен не справляются. То есть надо лечить не стенки вен, а лечить, от чего произошло вот это вот, гипертония возникла. То есть от того, что наша печень не может полноценно пропускать кровь через себя. То есть она там должна определенное количество крови проходить через, допустим, секунду. А она не проходит. Значит, вот здесь все это раздулось и начинается застой. Более того, застой там, и там хорошо там сказано, специальная статья в этой умной книге портальной гипертонии, что расширяются вены там в поджелудочной железе. Застой крови происходит. Значит, она начинает угасать. Расширяются вены в желудке, он начинает угасать. Где-то там в кишечнике идет, начинает угасать. То есть все, что в брюшине, начинает работать совсем не так, как хотелось. И плюс, естественно, все остальное там венозный этот аппарат. Кто не согласен там со мной, я ничего этого не придумывал со своей, так сказать, головы буйной. А все это вычитал вот оттуда. Все оттуда. То есть причины, следствия и как это убрать. Сложилось у меня, как некоторые говорят, в пазлы. Пазлы разброшены, человек не знает, как лечить там геморрой, имея такой, тем более, там, животик. Выпячивание уже, уже одно выпячивание говорит за то, что уже там создалось повышенное внутрибрюшное давление. Ну и так далее, тому подобное. То есть портальная гипертония, ее надо устранить. Нормализовать это кровообращение во всем организме. Это улучшит работу и сердца, и многих-многих вещей. Вот. И таким образом, ключевая процедура очищения печени, нормализуя кровообращение, за счет этого исчезают вот эти вот вены, которые начинают проступать. Исчезает геморрой. Лучше, значит, начинает работать желудок, лучше пищеварение, лучше опорожнение. Отчасти сахарный диабет лучше. Печень, она улучшает зрение, она связана со зрением. Естественно, кожа улучшается, и много-много-много другое. Это то, что я, о чем вам говорю, я через это все прошел сам. И теперь у меня вот вопрос и просьба к вам всем, кто посмотрит вот эту мою передачу. Если вы чистили печень, напишите, что вы ощущали. А именно, допустим, чувствовали вы, как проходят какие-то камушки у вас здесь. Это такое своеобразное ощущение прохождения вот этих вот конгломератов из печени, там, желчного пузыря. Далее, какие заболевания исчезли? Что вы почувствовали? Что произошло с вашими венами ног? Вот не поленитесь, а подробно, знаете, вот у нас тут клуб единомышленников. Опишите все это, чтобы мы могли все это разобрать. А то, когда говорят, что этого не может быть, не вдаваясь особо в механизмы, в причины, следствия, то это, знаете, вот как вы что-то надумали делать, а вам говорят, да, у вас все равно не получится. И когда так говорят, пришибают человека, у него действительно ничего не получается. А когда человек окрыляется, ему говорят, можно это сделать. Есть масса примеров. Вот это он делает и получает то, что надо. А так уже заранее, сказав себе, что этого не может быть, это все перекрыто. Пожалуйста, поделитесь своими знаниями, своим опытом, чтобы вот эти вот высказывания, что камушки, это не камушки выходят, а реакция там в желчи с этим, что она ничего там не дает, что кровь не нормализуется, что вес там упал, там еще от чего-то. Вес у человека после чистки печени приходит просто в естественную норму, нормализуя обмен веществ. Потому что обмен веществ, если у меня в настоящий момент, там допустим, 50%, а после чистки печени стал хотя бы там 90%, естественно, он сразу совсем по-другому сделал мое тело. Что внешне отразилось? Заделаем давайте вот эту вот вещь. Продолжение следует... Продолжение следует...